Генеральный партнер программы новости – производственное предприятие «Меркурий-2». Продаются двухкомнатные квартиры в жилом комплексе «Солнечный», расположенном в курортной зоне города-курорта Анапа, в непосредственной близости от моря в тихом и спокойном месте. Компактные и удобные планировки квартир, благоустроенная дворовая территория, уникальное соотношение цены и качества строительства. Пионерский проспект 255-2, телефоны 48300 и 48333. В эфире программа «Итоги недели» в студии Кристины Рабина. Здравствуйте! Смотрите сегодня выпуски. Если уж воровать, так терминалами. Детали необычного преступления. Так быть или не быть храму в Ореховой роще? Она покорила Париж. А сейчас обо всем подробнее. В Анапе похитили платежный терминал. Сообщение о краже поступило накануне в дежурную часть полиции. Около пяти утра злоумышленник погрузил свою машину в незакрепленный терминал, который стоял на входе одного из ресторанов на улице солдатских матерей. Преступник отвез терминал оплаты в район городского кладбища. Там его вскрыл и похитил деньги. В терминале денег было немного, порядка 6,5 тысяч. Но факт в том, что сам терминал достаточно дорого стоит, в районе 70 тысяч. Поэтому сумма ущерба там соответствующая. Благодаря камерам видеонаблюдения сотрудниками полиции личный злоумышленника была установлена. Вскоре подозреваемого задержали. Ранее он уже был судим за аналогичное преступление. Молодой человек во всем признался, написал явку с повинной. По факту кражи возбуждено уголовное дело по части 2 ст. 158 Уголовного кодекса. Кража с причинением значительного ущерба гражданину. Терминала в том месте, где его оставил преступник, так и не обнаружили. Меру наказания определит суд. Три образовательных проекта всероссийского масштаба стартовали на базе Федерального детского центра «Смена». С 24 февраля по 16 марта с ребятами будут заниматься известные спортсмены, политики и тренеры. Тысяча горячих сердец согрели смену своими эмоциями и энтузиазмом. Лидеры-активисты волонтерских движений со всей России, победители районных, региональных и федеральных конкурсов стали участниками Всероссийского съезда «Доброволец России». В «Смене» я уже третий раз. Это мой самый-самый-самый любимый вообще лагерь. Я приехала сюда именно принципиально на смену «Доброволец России» для того, чтобы получить опыт, получить новые знания и потом применить в своем регионе. Добровольцев будут готовить по разным направлениям. Социальная адаптация, инклюзивное волонтерство, добровольчество в чрезвычайных ситуациях, экологическое, спортивное и самое разное. Я, во-первых, сам человек с инвалидностью. Во-вторых, меня всегда интересовала возможность помогать другим. Моя организация – это первый в стране инклюзивный клуб добровольцев. Место, где ребята с совершенно разными, в том числе и очень тяжелыми формами инвалидности, могут работать, могут действовать наравне с ребятами без инвалидности. Стартовала и профильная смена «Наследники Великой Победы». Запланированы патриотические акции, в разработке которых принимали участие и сами старшеклассники. Догожданный гость открытия – «Мисс Мира-2014» Юлия Ионина, мама троих детей. Я приехала в первую очередь, конечно, пообщаться с молодым поколением, которые наше будущее непосредственно. Я им хочу рассказать про свой благотворительный фонд, про то, как важно помогать своим ближним. Потому что мы все на самом деле все равны и все можем оказаться в трудной ситуации в любую секунду. Эти три недели для школьников и студентов будут жаркими, несмотря ни на какие погодные условия. Запланировано более 30 масштабных акций, встреч, лекций и других событий. «За» и «Против» высказать свое мнение о возможном строительстве храма в Ореховой роще мог каждый. Общественные обсуждения по этому вопросу прошли сегодня. С инициативой построить храм на участке в парке Ореховая роща в Управление архитектуры и градостроительства обратились священнослужители. Городские власти решили обратиться к мнению анапчан и инициировали общественные обсуждения по этому вопросу. Высказать точку зрения и поставить подпись «За» или «Против» возможного строительства имел каждый. Здесь вот у нас парк, место хорошее, прекрасное. И я считаю, что я не против храма. Храм нужен, храмы нужны в нашей России восстанавливать нашу духовность. Я против строительства здесь, на данном участке. Пускай найдут место, где можно построить храм, расчистят. Они на готовенькое придут, где уже все расчистено, сделано, где люди уже гуляют, где есть дорожечки, где можно спокойно выйти с детьми. Мне очень хочется, чтобы она сохранилась красивой, хотя бы вот в этом месте. Чтобы здесь стоял красивый православный храм. И точно уж на том месте, где будет стоять храм, ничего плохого не будет ни построено, ни сделано. И никакие плохие компании собираться не будут. А мне хочется, чтобы мои дети общались с хорошими людьми. К сожалению, не все из пришедших в парку так спокойно выражали свое мнение. У многих главным аргументом был крик. Получается, что отстаивать свою позицию цивилизованно мы еще не научились. Нынешнюю зиму ни снежно, ни морозно не назовешь. Но какой бы зима ни была, виноградарь хорошо знает, что и кратковременных заморозков достаточно для того, чтобы погубить будущий урожай. Оценить его перспективы можно по единственной почке. Хрупкая виноградная почка вмещает в себе судьбу целого урожая, а значит и судьбу самого виноградаря. Поэтому перед виноградной лозой настоящие профессионалы не стесняются встать на колени. Известный анапский винодел Иван Каркизиди пригласил не менее известного ученого Владимира Пучкова с помощью микроскопа сразу в ряду определить, насколько сильна жизнь внутри глазка. Центральная почка живая, вот зеленая стоит. Зеленые по бокам замещающие тоже живые. Вот видите, вот экране, вот это зачаток будущего соцветия. Виноделы сам делают срезы один за другим. Волнуется, микроклимат на виноградном участке под горой особенный. В Астагае через гору минус 24 было зафиксировано, у меня на Термунице. Я здесь думаю, где-то в пределах 22-23 было, так примерно. Экспресс-метод, считает Каркизиди, ускорит принятие решения, как сегодня обрезать виноград. Именно этот прибор, который я вам показывал, он необходим каждому виноградарю, потому что в лабораторию не наездишься. Итог такой исследовательской работы прямо в поле очень радует предпринимателя. Скажите одним словом, какое у меня поле? Образцовое. Нет, не образцовое. А какое? Надо сказать, идеальное. То есть это должен быть эталон для всех виноградарей, любителей. Ну и скажу откровенно, для таких, как вы. Виноград итальяна, который всегда будет стремиться расти вверх и в длину. Куст ее превращают в постоянные обрезки. И в этом деле Каркизиди желает соблюдать передовые технологии. Он охотно учится сам, хотя у него работают опытные виноградари. Требования опытного винодела к кусту для них непреложное правило. Он не любит, чтобы урожай сильный. Он старается, чтобы куст этой бутылкой вина не больше. Свой юбилей 90 лет отмечает ветеран Великой Отечественной войны Ульяна Ковалевская. Сегодня Ульяну Васильевну пришли поздравить соседи, подруги, представители администрации и общественности. На улице трудящихся сегодня был праздник. Председатель профсоюза работников торговли и общественного питания торгового единства Наталья Крохмаль, начальника дела по взаимодействию с органами ТОСов Ольга Попова, коллеги, соседи, поздравляли именинницу Ульяну Ковалевскую с юбилеем. Зачитали торжественное поздравление от имени президента России Владимира Путина и главы Анапы Сергея Сергеева. Сейчас я вот смотрю, что-то смотрю, вроде расстроилась. Ульяна Васильевна родилась в 1925 году на Урале в деревне Изовка. Семья была многодетная, 15 детей. По тому времени зажиточное вело личное хозяйство, но позже попало под раскулачивание. Их отправили в Сибирь и в Омскую область. Два старших брата Ульяны Ковалевской забрали на фронт. Мама заболела, и семейные трудности легли на плечи молодой девчонки. В военные годы помогала ухаживать за ранеными солдатами. Ой, страшно она гляделась, как этих раненых, оттащить, с него кровь льется. Ульяна Васильевна войну разносила похоронки. О тяжелых временах сейчас вспоминается слезами на глазах. Маме привнесли похоронку, ну и из безвести пропавшей. Она, помню, как упала, вот так вот в полосы сгребла. В общем, было такое страшное все. В 1975 году семья переехала в Анапу, где Ульяна Васильевна сразу устроилась в анапский курорт-торг, заведующий складом. Отсюда и ушла на заслуженный отдых. В свои 90-е Ульяна Ковалевская ведет активный образ жизни, любит шить и вязать. Несмотря на столь солидный возраст, ветеран Великой Отечественной войны остается жизнерадостной и веселой. К 70-летию Победы в каждом населенном пункте ведутся работы по восстановлению и благоустройству памятных мест, свидетельствующих о нашем уважении к истории Родины. Место знаменитой батареи старшего лейтенанта Белохвоства, принявшего в августе 42-го года смертельный бой, на этом месте с дороги не сразу заметишь. Но, поднявшись по лестнице к артиллерийскому орудию, понимаешь, что к месту ожесточенных боевых действий отношение у города трепетное. По всему муниципальному образованию ведется работа, составлен план к празднованию 70-летия и ведутся работы по реконструкции и по косметическому ремонту всех памятников, которые находятся на территории нашего муниципального образования. В соответствии с планом, графиком работ, здесь уже проведены земельные работы, благоустройство, также посажены сосны. Здесь 150 моряков-артиллеристов, 464-й стационарной батареи Анапского укрепленного сектора Новороссийской морской базы стояли насмерть. Приемы самозащиты, открытые тренировки по различным видам единоборства проводит Центр патриотического воспитания молодежи «Ратмир». Одна задача – привлечь молодежь к занятиям спорта и подготовить ребят к армии. На одном из занятий побывала наша съемочная группа. Задача левой руки – прощупать оборону противника. Простучать ее немножко. Так-так, простучал, вниз простучал, вверх простучал. Зашли, посмотрели, да? Знать слабые стороны противника – одно из важных умений. Однако, по словам спортсмена Александра Синяткина, еще нужен правильный настрой. Именно в боевом самбо он приобрел ценные мужские качества. Благодаря спорту Александр уже давно определился из будущей профессии. Занимаю боевом самбо на протяжении 50 лет. Добился многих успехов, участвовал на международных турнирах. Я хочу поступить в этом году в институт в город Петербург, в военный институт физической культуры. Кстати, многие спортсмены клуба выбирают военное поприще, и не случайно. Единоборство вырабатывает самодисциплину, формирует внутреннюю нравственную опору и активную личную позицию в достижении жизненных целей. Воспитанники этого клуба способны постоять за себя, за свою семью, за родину. Без железной дисциплины не будет никаких, я считаю, результатов. Так как у нас идет направление боевой самбо, это рукопашный бой, военное направление. И дисциплина, конечно, у нас в школе железная. Наше молодое поколение, наши маленькие спортсмены тоже смотрят на старших. Тренировки ведутся для любого возраста, начиная с 6 лет. И тем не менее, приемом самозащиты обучают и взрослых. Любому желающему тренер подберет подходящую по уровню его подготовки группу. Далее в программе, чем запомнилось и какими событиями отмечена эта неделя. Подробности в кратком обзоре. Почти 100 заявлений о необоснованном завышении цен на продукты питания направила администрация города в Анапскую межрайонную прокуратуру. Нарушения выявлены во время ежедневных мониторингов торгово-розничной сети на рынках курорта. 30 мобильных групп, в составе которых сотрудники администрации, общественники, представители казачества, ежедневно обходят магазины и рынки Анапы. Вся информация стекается в оперативный штаб, анализируется и направляется к контролирующим органам. Напоминаем, что в администрации города работает горячая линия по ценам. Телефон ее 58047. Подготовка муниципальных программ по обеспечению безопасности дорожного движения стала главной темой обсуждения на краевом видеоселекторе под председательством первого вице-губернатора Джамбулата Хатуова. В прошлом году на территории края было зарегистрировано 7 тысяч ДТП. Каждая шестая автомобильная авария произошла из-за дорожных проблем. Недостаточного освещения трасс, отсутствие необходимых разметок и дорожных знаков, портит кубанские дороги поток перегруженных фур. Сергей Сергеев акцентировал внимание на состоянии анапских дорог. За разбитая дорожная полотно и грязь, которую оставляет за собой спецтехника, застройщики и перевозчики должны нести ответственность. Масштабные учения служб спасения. 17 единиц пожарной техники, бригада скорой помощи и спасатели выстрелились на Симферопольском шоссе. С самого утра по сигналу тревоги подняты все службы города-курорта. Командно-штабная тренировка проводилась по указанию правительства Российской Федерации. Главная задача тренировки – обеспечить безопасность населения от наводнений и техногенных катастроф. По результатам учений, все службы спасения Анапа уже сегодня готовы защитить своих жителей на 100%. Комиссия по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности курорта подвела итоги работы в 2014 году. В прошлом году из 101 экстренного предупреждения оправдались 32. Однако своевременно созданные оперативные группы и штабы сыграли ключевую роль «Обошлось без жертв». Сократилось время оповещения граждан. Оперативно сработали пожарные, спасли 144 человека. Члены комиссии наметили план работы на 2015 год. Разработают принципы массовой эвакуации, проведут обследование всех гидротехнических сооружений. В этом году станет больше стояночных баз для малогабаритных судов. Работы у безопасников прибавятся. Всю жизнь танцуя, анапские танцевальные звезды в ее руках становятся чемпионами мира. Она давно покорила Европу и даже в Париж она ездила по личному приглашению мэра Ани Эдальго. Главному тренеру и президенту клуба танцевального спорта «Лунапарк» Виолетте Кабановой исполняется 45. Но в душе всегда весна и 18. Вместо белого халата врача, о котором грязелось детство – зеркала танцевальной студии. Вместо вылеченных пациентов – сотни детских душ, наполненных красотой, добротой и упорством. Виолетта Кабанова – тренер не просто от Бога. Она сама – танец позитива и любви. Моя жизнь, знаете, это не арт-хаус ни в коем случае нет. Все очень просто и понятно. Скорее всего, все-таки танцевальное шоу, там где акробатика, броски высокие. И не каждый раз приземлишься. Удачно. Как в радужном калейдоскопе, Калининград, танцы по гостиной, танцевальный кружок, училище, вуз. Подработка в студии Горького озвучивала Бабу-Ягу. Затем переезд в Анапу. Первое объявление о наборе в 1994-м. Первые ученики. Но как будто все было вчера. Сегодня жил на парк под руководством Виолетты Кабановой девятикратный чемпион мира. Входит в мировую десятку лучших профессиональных танцевальных школ. 69 номеров мы показывали в Париже по приглашению мэра Парижа. И мэр Шампания вручал нам награду. Очень было интересно. Каждый день по секундам расписан. Пять иностранных языков, три высших образования. Когда она все успевает? Говорит, кофе выпила и пошла. У Виолетты четверо детей. Три дочери и сын. И еще сотни других деток. Многие не расстаются с коллективом по семь и даже одиннадцать лет. В каждом ребенке она старается увидеть особенное. Что там этого детства? Надо, чтобы осталось только самое лучшее из него. Чтобы они потом с этой энергетикой своей, с этим волшебством детства, которое мы не приведи Господи, не испортили ни одному человеку, который пришел на парк, они дальше это волшебство своим деткам отнесли. Мы вырастили такую кучу хороших людей, что я горжусь не тем, каких я обалденных танцоров, мастеров спорта, воспитал. Горжусь, конечно, но я горжусь людьми. Виолетта учит ребят не плакать на публике, ценить нематериальное, заниматься каждый день без выходных и не ставить цель, а просто ее добиваться. Динамика и четкость движения. Чемпионат по фитнес-аэробике. Первенство Краснодарского края в Анапе. Перед компетентным жюри выступали 30 команд. Подробности в нашем материале. На соревнования приехали более 200 человек из 8 муниципальных образований Краснодарского края. По словам организаторов, этот вид спорта каждый год набирает обороты. За 8 лет выросло не только количество участников, но и мастерство спортсменов. Если южного региона раньше, в принципе, как отборных соревнований вообще не было, то на сегодняшний день мы уже претендуем в финал, на чемпионат России. И сегодня отбираются как раз те команды, которые будут представлять в Москве наш регион. Анапу представили три команды «Ритм», «Ритмики» и «Аризона Мини». По итогам соревнований анапчане стали фаворитами соревнований. Все три команды заняли первые места. Представители наших всех команд практически занимают первые призовые места в чемпионатах России и в том числе в чемпионатах Европы и мира. Это замечательно. Эта победа анапчанам принесла путевку на чемпионаты первенства южного и северо-кавказского округов по фитнес-аэробике, которая пройдет в городе-курорте весной. Это все новости на сегодня. Далее вы узнаете прогноз погоды на субботу и воскресенье. Здравствуйте. В студии Наталья Змысгова в эфире прогноз погоды. Последний день уходящей зимы обещает быть теплым, но пасмурным. Воздух прогреется в дневное время до плюс 12. Долгожданная весна вступает в свои права. Хочется верить, что она не только календарная, а вы к весне готовы? Спонсор прогноза погоды – офтальмологическая клиника ТРИЗЕ. Чтобы зрение не подводило, пора пройти комплексную диагностику в офтальмологической клинике ТРИЗЕ. И не забывайте, хорошее настроение мы создаем себе сами. Считаете, что раньше вы видели лучшее? Самое время посетить врача-офтальмолога. Комплексная диагностика в офтальмологической клинике ТРИЗЕ. Мы расскажем все о вашем зрении. Запишитесь на диагностику в анапском подразделении ТРИЗЕ. По телефону 30 310 Крымская 242. ТРИЗЕ. 12 лет. Мы заботимся о ваших глазах. Партнер программы – производственное предприятие «Меркурий-2». Эти и другие новости вы можете найти на нашем сайте и в социальных сетях. А я с вами прощаюсь. Приятных вам выходных. До новых встреч. Генеральный партнер программы новости – производственное предприятие «Меркурий-2». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова